Светлен, все пустота, все приходит из ниоткуда и уходит со временем в никуда. Любая радость это страдание, ведь когда радость заканчивается, не грустим из-за этого и страдаем. А можно тогда сказать, что любые страдания это радость, ведь когда заканчивается страдание, мы же радуемся? Заткнись, ты что не видишь, я пытаюсь привлечь аудиторию, которой нравится буддизм. Ну просто это же в две стороны работает. Нет радости, страдания, но и нет страданий это радость. А у буддистов все в одну сторону, какие-то флегмы импотентские. Это сказал он, а не я. Если вы натянете струну слишком сильно, она порвется. Если натяжение будет слишком слабым, вы не сможете играть. Путь к знанию лежит посредине. Это линия, лежащая между противоположными крайностями. Ну ничего себе, какая мудрость. Очуметь, вся моя жизнь перевернулась сейчас от этих слов. Трудно представить, но это правда. Одну из самых огромных массовых религий в мире умудрились создать, базируясь на этих третисортных мудростях. Аля к современным мотивационным коучам. Нечто подобное я могу откалывать часами или даже неделями. Если ты не выйдешь из тьмы, тьма выйдет из тебя. Самая темная ночь перед рассветом. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Зубов боятся. Извините, пожалуйста. Буддисты или те, кто им симпатизируют, утверждают. Буддизм это не религия. Это учение. У них нет богов и они им не молятся. Их учитель Будда, который, конечно же, почти все спер из индуизма, совершенный, прекрасный и чистый. А может все совсем не так? Если копнуть в буддизм немного глубже, то окажется, что у них есть секреты. Порой постыдные, которые будут еще хуже, чем у авраамических религий. О них вам никогда не расскажут буддисты. Но это не проблема. О них в таком случае расскажу я. Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Меня зовут Крыжиновский Петр. Если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее сопротивление тотальной тупости, которая правит сейчас этой планетой. Ну и как обычно, прежде чем мы начнем, пожалуйста, перейдите по ссылкам под этим видео и подпишитесь на все мои соцсети. Прежде всего на Телеграм, Фейсбук и Инстаграм. А также не забудьте подписаться на этот YouTube канал. С вас лайк, подписка и колокольчик. Досмотрите это видео до конца. Спасибо большое. Вперед, заставим буддистов немного пострадать. На санскрите слово Будда означает пробудившийся, просветленный. Первый, кого постигла правильная техника просветления, был принц Сиддхартха. В будущем именно он станет Буддой. Мажор, родившийся не в семье нищего плотника или того, кого нужно было бы спасать от смерти, отправляя младенцам в люльке по реке, отрывая от родительского сердца, чтобы его не порубили на куски, а в семье индийского раджи. Теперь вы понимаете, почему так много Будда натырил из индуизма. Ключевое слово индийского раджи. Юный мажор взрослел и не знал никаких бед, а потом, однажды, увидев грустняшку и страдашку простых людей, он вдруг задумался, почему все так печально, в чем смысл жизни. Интересно, было бы время у него думать об этом, если бы у него была постоянно жопа в мыле, из-за того, что нужно искать деньги на ипотеку, оплату коммуналки и лечение зубов своих троих детей. Конечно же, не от обренности бытия и о том, что же там существует за пределами человеческого сознания, задумываешься прежде всего тогда, когда есть на это свободное время и возможность. Однако мажор принц Сиддхартха удивил. Удивил очень сильно. Дело в том, что помимо богатства у него была жена и новорожденный ребенок. И тут, понимая, что баба с прицепом, ему ни к чему, он сказал всем, что я вас бросаю, так как хочу понять суть бытия. Ушел за хлебом и не вернулся, обросив жену и маленького ребенка. Как вам, правда, крутой поступок очень просвещенного и просветленного человека? В наше время так поступает 8 отцов из 10. Такие себе Будды на минималках. Принц Сиддхартха, будущий Будда, человек, с которого начался буддизм, сказал нам о карме, той, что уже была в индуизме, а также о реинкарнации, ну той, что была уже в индуизме, и о медитации, ну это та, которая в разных формах была уже у йогов в индуизме, и о нирване, ну как это уже было, конечно же, в индуизме. Но главное о том, что нужно выбраться из порочного круга перерождений, как это все уже было да-да-да, бла-бла-бла в индуизме. Ха, так а шо этот тип придумал сидеть в позе лотоса ровно на попе с закрытыми глазами и все? И это тоже было до Будды в индуизме. Ответ ничего, Пашенька. Будда не придумал ровным счетом ничего. Вся мифология буддизма, все схемы, понятия, смыслы были им украдены из индуизма, названы новыми именами, после чего появляется буддизм, те же яйца только сбоку, тот же индуизм только на новый свежий манер. Принц Сидхартха, баловень судьбы, по большому счету был первым, и следует сказать, очень талантливым мотивационным коучем, каких сейчас тысячи. Он был первой личинкой тренера личностного роста и ментором. С одной лишь разницей, существенной. Благодаря работе над собой он действительно познал большие мистические духовные откровения. Он правда много знал и много умел. Он действительно был прекрасным, мудрым учителем. Почему? Да потому что у него была для этого такая возможность. Интересно, кем бы стал Принц Сидхартха, если бы его домогался нищий, бухой отчим, а не каждый день детства и юности был наполнен любовью, роскошью, раболепием и послушанием подданных. В таких условиях можно познавать реальность, ведь это твой личный выбор, но иногда реальность выбирает за тебя. В наше время, в год, из-за пневмонии, из-за нищеты умирает 5 миллионов младенцев. Ничего себе так цифра, правда? Интересно, среди этих умерших детей был Будда? Ну, хоть один, не важно. Принцу Сидхартхе не грозили подобные проблемы. После того, как благодаря знаниям и фактам понимаешь, что Будда, учительный и постигший на собственной шкуре весь спектр человеческой боли и проблем, ты узнаешь еще более интересные вещи о во многом пустом, пафосном и патетичном буддизме. Не волнуйтесь, мажор Сидхартха наверняка знал значение этих изящных аристократичных слов. Дело в том, что когда говорят, что у буддистов нет бога или богов, это неправда. Тот факт, что они никому не должны подчиняться, неправда, а наглая ложь. В тибетской буддистской традиции, а как известно, Тибет-центр мирового буддизма, существует труд, зовущийся Бардотхёдол или Тибетская книга мертвых. Она посвящена подготовке к смерти, а также необходимым действиям души умершего с целью не стать частью шоу, где ты не контролируешь события и тебя забирают в рай, ад или следует очередное перерождение. По большому счету, смысл буддизма заключается в том, чтобы на себе разорвать круг кармических перерождений, дабы обрести нирвану и забыть о земных страданиях. В этом каждому порядочному буддисту и должна помочь Тибетская книга мертвых. Скажу сразу, чтиво весьма интересное, познавательное и яркое, но самое главное – суть. Очень интересен факт перечисления различных этапов существования души вне тела. Эти этапы удивительно точно перекликаются по дням с теми этапами, которые есть, например, в христианстве. Три дня, девять дней, сорок дней. Интересно, откуда же такие совпадения, их так много в христианстве и буддизме? Очень интересно, но об этих тайнах позже, поэтому подписывайтесь, золотые мои, впереди очень много интересного. Так и в других религиях, а буддизм – это религия, официально во многих странах, у наших лысых и не очень друзей после смерти начинается шоу с судами и решениями, куда ты идешь дальше. Тут начинается самое интересное. К душе умершего буддиста, который во всеоружие благодаря книге готов встретить судей, приходит огромное количество духов и даже богов, в том числе весьма жутких и страшных, которых ты то не должен бояться, то слушать, то отталкивать, то плясать, задабривать, продолжать играть на протяжении 49 дней, чтобы потом выбрать свою дальнейшую участь сам, а не покориться навязанным. В буддизме, как оказывается, мы нифига не свободны после смерти, как раз в реальной жизни мы более свободны, а там после смерти приходят те же самые духи и боги, только с другими рожами и именами. И ты с ними должен играть, чтобы получить то, что ты хочешь, просто быть хорошим, чтобы выбрать свою участь, недостаточно, понимаете? То есть твою участь по-любому решат, и ты не можешь выбрать создание своего какого-то варианта. О нет, ты просто можешь выбрать из множества очень сладкие. Например, рождение в богатой семье или уйти с богами где-то рядом в их мир радости и любви. В общем, как я уже говорил, те же яйца, только сбоку. Ты все равно, как и в других религиях, будешь чмо считаться с правилами и условиями, которые тебе поставили боги, мелкая ты гнида. Ох, как же я жду, когда хоть в одной книге в качестве руководства к действию после смерти будет написано. Вот, человек умер, и к нему пришли судить боги, а человек им такой. Ой, вы, мать и бог, кто такие? Почему вы со мной разговариваете? Кто разрешил? Мы боги? Чьи боги? Твои? А кто из нас двоих решил, что вы боги, а я нет? Словный вопрос, конечно, но вообще-то мы. Ну охереть теперь. Классная схема. Так а на хера вы пришли? Судить тебя, чтобы определить твою дальнейшую судьбу. Прекрасно. Объясните только одно. Если я грешил лишь против людей и животных, почему не они меня судят, а вы? Вы, блядь, какого хера тут забыли? Клоуны ряженые. Лишь тот, кого я обидел, меня имеет право осудить. И мера, которая может достаться мне за мое злодеяние, равна той, что отмерил я людям, и не молекулой больше, ибо если будет наказание мое больше всего на молекулу, уже я буду наказывать того, кто превысил свои полномочия. После того, как я заплатил полной мерой за содеянное людям и зверям, лишь я, хозяин своей реальности, и сам буду решать, что мне делать. Так что пошли нахуй отсюда, ибо знаю я, что есть варианты, где я или все мы, люди, будем судить вас, богов, не в зависимости от имен, за ваше бездействие, тайные планы и круговую поруку. Тогда ты отправляешься в ад, в чму, мелкое, мы здесь будем. Нет, сказал юноша 33 лет, показал средний палец и холодно улыбнулся. Теперь я решаю, когда ум не умереть, а когда жить. И воскрес на третий день. После этого правила игры изменились навсегда. Как же не хватает людям такой книги и такой истории. Скоро она появится. Если в религии любой нужно считаться с богами и не считаться с людьми, это религия ложь. Истинные боги будут вас учить возвести в качестве богов во главу всего человека и любовь к нему. Все остальное обман для коров на ферме. В буддизме много тайны и много хорошего, что нужно оттуда взять. В остальном это такая же мурзилка, как и остальные религии. Для нас богами должны быть наши дети и те, кто слаб, кто нуждается в нашей помощи и любви. Это единственная истина. Точка. Все остальное хуйня на палочке. Ну вот как? Как, Петя, в тебе соединяется такая вселенская мудрость, знания и мат дворовой? Ну как так можно? Ну, не то учитель великий, не то ханыга с района. Ну это мой стиль, прости, пожалуйста. Все, все, все хорошее в тебе от меня это все знают. Угу. Все хорошее и шизофрения. Ну это такой мой стиль, как и у тебя. Все великие немного с прибабахом, а у нас с тобой двойной прибабах. Меня не было на канале и моих видео около года. Все прекрасно понимают, с какими событиями это связано. Сейчас я планирую вернуться полноценно на канал, выпускать много видео. Именно поэтому, друзья мои, мне так или иначе нужна ваша поддержка. Вы можете разными способами поддержать канал. Во-первых, вы можете приобрести мои книги. Помимо этого, вы можете поддержать канал через Patreon, через функцию спонсорства на канале. Вы, в конце концов, можете досматривать видео до конца. Это тоже весьма хорошая поддержка. Ну и прежде всего, вы можете помочь таким образом. В 1781 году немецкий врач Франц Антон Мессмер публикует научный доклад об открытии жизненного магнетизма, который в будущем вследствие неправильного перевода будут называть животным. Впервые в истории в данном докладе на научном уровне идет речь об элементе, который является тем необходимым, чего недостает для того, чтобы в жизни человека произошло то, чего он хочет. Как утверждал сам Мессмер, элемент позволяет человеку стать счастливым, излечиться от многих болезней, практически от всех, и привлечь в жизнь то, чего желает человек. Многие аферисты говорят о законе притяжения, даже не зная, что корни этого понятия тянутся именно к Францу Антону Мессмеру, в науку. Магнетизм – магнит, притягивание того, что хочешь. Однако с годами из-за желания все упрощать, правда об этом важнейшем для человека секрете была утеряна. Вы слышали об энергии Чи, наверняка, или, быть может, о пране, быть может, о мане, небесной или о харизме и удаче, которые преследуют многих людей. Когда-то все это не было загадкой, а даже частью науки, и каждый, если того захочет, мог это получить. Современные исследования в области нейрофизиологии, а также открытия, совершенные в последние годы, доказывают словам Мессмера о том, что элемент существует. Это наука, которая вскоре будет всюду. Не верите мне, поверьте Джиму Керри. Сейчас я предлагаю всем смелым людям, знающим, чего они хотят, присоединиться к онлайн-курсу, который будет длиться 48 дней в общей группе или же столько, сколько вы захотите самостоятельно. У вас будет свободный доступ к 8 видео длительностью от 15 до 30 минут, максимально информативным и практическим. Никакой воды и размышлений на тему, только реальная практика. Многие из тех, кто проходил пробный курс, в первый раз уже знают, насколько это эффективно. Далее внизу под этим видео в группе будут детали о самом курсе и об условиях. Добро пожаловать на курс по накоплению элемента. Все средства от продажи онлайн-курса пойдут на съемку документального фильма под названием «Элемент». Друзья, если вы посмотрели это видео, вы молодцы. Если подписались на мой канал, еще большие молодцы. И помните, в этом мире есть добро и мудрость, они сражаются за вас. Друзья, если вы посмотрели это видео, конечно же, мои золотые, вы и есть настоящее сопротивление тотальной тупости. До новых встреч. И помните, перемены пришли. Да пребудет с вами сила источника. Забыл сказать, надо в конце обязательно это сказать. Все равно все знают, что ты рептилоид, иллюминат, и вообще ротшильдовская подстилка. Субтитры сделал DimaTorzok